Один из частых вопросов по поводу кардиганов. Когда мы говорим о кардиганах на пуговицах, многие спрашивают, как вывязывать петли. Я давала своим студентам несколько способов именно вывязывания петель на одной фондуре, на двух фондурах. Если говорить о, наверное, моих самых любимых способах, которые лично я чаще всего использую, это все-таки прошивание петель для пуговиц на швейной машине. Многие, знаете, скажут сразу, я чувствую вот это вот, ой, фу, шить петли для пуговиц на швейной машине, я хочу вывязывать, мы же все-таки вяжем. Но я вам приведу пример, в каких случаях это бывает нужно. Например, у меня есть вот этот нежнейший, роскошнейший кардиган. Этот кардиган был в курсе премиум нашей школы, действительно филигранная работа. И он у меня очень долго был без пуговиц вообще. Я носила просто под пояс, я носила под различные заколки. Кардиган очень тонкий, очень нежный и действительно очень элегантный. И вы знаете, я подумала, почему бы мне к нему не пришить пуговицы. Я вам покажу, чем лично мне нравится этот способ, как это выполняется при помощи электронной лапки на швейной машине ФАП. Для удобства я возьму вот такую раздвижную линейку. Это раздвижная линейка Химлайн. Она очень удобна, если вы хотите выполнять разметку для петель и пуговиц, если вы хотите выполнять, например, разметку для различных складок. Если вам попадется, очень советую ее приобрести. Мне нужны будут 5 пуговиц. Пуговицы у меня крупные. И я планирую через одну вот таким образом выполнить разметку. Также можно, видите, четко-четко по линейке выложить, где именно пуговица будет находиться. И таким образом выравниваем все пуговицы. Это особенно актуально на таких подвижных волокнах, как трикотаж. Теперь воспользуемся маркером, исчезающим Мадейра для ткани. У этого маркера есть два кончика. Один более узкий и другой более широкий. Для того, чтобы выполнить разметку для наших будущих петель. Теперь обозначим центр. И еще раз, чтобы мне было четче видно под светом. Потому что, когда будет светить сюда лампа, будет не очень здорово видно. Поэтому я еще раз себе более четко прорисовываю. Не боясь, потому что я точно знаю, что этот маркер исчезающий, и он исчезнет. Для того, чтобы мне было легче работать с трикотажем, а петли были бы красивее, я стабилизирую полотно. Стабилизировать полотно можно вообще несколькими способами. Можно использовать даже обычный овалон для вышивки. Хорош в данном случае он тем, что он абсолютно прозрачен. Его потом легко можно будет удалить. Полностью он удалится после первой же стирки моего кардигана. Я укладываю сверху и снизу. Эти обрезки овалона остались у меня после вышивки. Все равно они больше ни на что не годятся. И я вот такие обрезки и я просто зафиксирую эти кусочки овалона булавками. Теперь, прежде чем переходить за швейную машину, я возьму пуговицу и измерю размер петли. Этот размер мне нужен в миллиметрах. Итого, моя пуговица длиной 43 миллиметра. Можно измерить штангенциркулем, если он у вас есть. Мне очень удобно использовать прозрачные линейки. Берем наше изделие и отправляемся за швейную машину. Существует множество способов прошивания петель на швейных машинах. Я очень люблю вот эту электронную сенсорную лапу. Эта лапка хороша тем, что она абсолютно в автоматическом режиме. Сама прошивает такую петлю, как мне нужно. С учетом того, что я буду работать связанной деталью, связанным полотном, мне потребуется и петля, которая подходит для вязаных трикотажных изделий. Для того, чтобы стабилизировать эту петлю, я буду использовать пряжу, из которой был выполнен кардиган. Первое, что нужно сделать, это установить непосредственно саму эту сенсорную лапку. Устанавливаем таким образом, чтобы шнур со штекером были с левой стороны. Внизу машины, слева, его можно нащупать указательным пальцем. Есть отверстие до небольшого щелчка. Вводим штекер лапки. Устанавливаем саму лапку. Установочную планку подводим под лапкодержатель. И все. Лапка наша установлена. Заходим в меню машины. Выбираем подразделы. Из подразделов выбираем раздел 1-3 петли. Если вы не знаете, какую петлю вам выбрать, то машина ПФАВ оснащена очень удобной системой подсказок. Нажав на знак вопроса и выбрав заинтересовавшую вас петлю, вы можете выбрать, какая петля вам нравится. Выбрав петлю, мы видим, что это эластичная петля и петля для эластичных тканей. Вязанный трикотаж это именно то, что можно назвать эластичными тканями. И мы останавливаем свой выбор на этой петле. Даже если здесь нам что-то с вами непонятно, то опять же мы сможем воспользоваться подсказками. 4,5 это непосредственно сама ширина, которую займет петля. И вы знаете, я ее хочу немножечко увеличить. Ну вот до 6. Опять же с учетом того, что вещь у меня крупная и это трикотажная ткань. 24 это длина петли. Мы с вами измерили 40. И мы зажмем и введем 43. Машина вам подсказывает, что требуется стабилизация. Стабилизация для ткани. Так как саму трикотажную планку я не вставляла никакой стабилизатор, но в качестве стабилизатора я использовала авалон, который наложен сверху и снизу. Я использую нитки Мадейра. Это мои любимые нитки. И эти нитки вы можете приобрести в интернет-магазине Швейный мир вместе со швейной машиной. Эту машину вы также можете приобрести в интернет-магазине Швейный мир. Ну а по моему промокоду Лорейн получить приятную, очень приятную скидку-бонус на эту и любую другую покупку. Берем мой кардиган, который я приносила уже три года и вот на четвертом году решила, что все-таки, наверное, сделаю я петлю для разнообразия для этого кардигана. Мне нужно установить иглу в самом начале пути. Берем нашу нить, на которую будем выполнять петлю. На задней части лапки у нас есть такие усики для шнура. Заводим шнур, в данном случае нить, пряжу это не так уж и важно, под эти усики. Выводим вперед. Теперь устанавливаем на место петлю. Устанавливаем на место лапку. Убеждаемся в том, что лапка стоит четко посредине. Удерживаем в натянутом состоянии шнур, но не тянем. Шить можно при помощи педалей, а можно шить при помощи кнопки на панели. Мы получили красивую петлю. Моими любимыми ножницами от Femery срезаем все лишнее. Вот так легко удаляется авалон. Посмотрите, какая аккуратная красивая петля. Вот так петля выглядит с изнаночной стороны. Также берем любимые ножнички в фанели, аккуратненько срезаем все лишнее и авалон просто обрываем. Не правда ли чудо не петля? Остается эту петлю только прорезать. Для прорезания петли я буду использовать свой любимый инструмент распарыватель от Madeira. Такой распарыватель также можно приобрести в интернет-магазине Швейный мир. Аккуратно прорезаем петлю, а кончик с ограничителем не даст прорезать лишнего. Посмотрите, какую аккуратную красивую петлю мы получили. Благодаря тому, что внутри шнур петля не разойдется, петля не растянется. Вот эти небольшие кончики можно аккуратно удалить ножничками Femery. Вы помните, я в обзоре показывала эти ножнички для аппликации, для вышивки, для тонких работ. Наша пуговица легко входит в эту петлю. Преимущество таких петель в том, что в отличие от вырезанных петель они не растягиваются. По краю планки не образуются наплывы от растянутых петель. А петля всегда будет аккуратной и красивой. Шейте с удовольствием, шейте вместе со мной и с интернет-магазином Швейный мир. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...